В марте 2019 года мы начали наш большой тур по южному берегу Крыма на автодоме. Наша цель была проехать от Феодосии до Евпатории по побережью Крыма. Я в Крыму родилась, в Крыму выросла и кажется уже вроде бы была везде. Я даже покружалась с аквалангом у побережья Крыма, прыгала с парашютом и с высоты птичьего полета и свободного парения любовалась изумительной красотой крымских гор. Исходила пешком крымские горы, заповедники, каньоны, пещеры, была во дворцах и древних заброшенных городах Крыма. И в этой поездке я хотела поехать туда и побывать там, где я еще не была, ну либо была уже очень давно. И таких мест в Крыму еще очень много. В моем фильме почти не будет информации о Феодосии. Ну вот буквально совсем несколько кадров из Феодосии. Здесь такой ориентир, дача Стамбули. Здесь может быть и небольшая стоянка, но она прямо возле моря, практически в центре города, буквально минут 20 пешком по набережной Феодосии до галереи Айвазовского. И здесь на эту парковочку не надо проезжать через весь город. Есть очень большая парковка, ориентир, морской порт, но на ту парковку надо ехать через всю Феодосию, проезжать по узеньким улочкам Феодосии. Итак, у меня не будет отдельного сейчас рассказа о Феодосии, поскольку на ютубе у меня есть отдельный фильм, посвященный Феодосии. И также у меня не будет никакой фото-видео информации о Новом Свете. Это одно из самых красивых мест в Крыму, поскольку в Новый Свет мы не заезжали. И о Новом Свете у меня тоже есть на канале на ютубе отдельный фильм. Итак, мы начинаем путешествие из Феодосии. Вот буквально несколько кадров. Это поселок Приморский, поселок Береговое и Приморский. Здесь вот сейчас сюда можно подъехать без проблем. Это буквально минут 15 от Феодосии. 20 километров золотых пляжей, но летом сюда подъехать будет крайне тяжело. Ну, правда, для тех, кто на автодоме, есть небольшая лазейка. Сюда можно приехать будет ночью. Поставить машину на несколько дней, столько, сколько вам надо. Ну, а легковым машинам сюда подъехать, ну, даже не знаю, наверное, с 6 утра здесь уже все забито. Ну, и точно так же по всему Крыму, по всему Кавказу и по всей Европе июль-август это очень сложно подъехать куда-то к морю, к месту отдыха, к каким-то достопримечательностям. Так же, как и в Крыму, в Краснодарском крае и по всей Европе июль-август это большие заторы, это очень много машин, очень много людей, это везде очереди и это более высокие цены на все. Не только в Крыму, но и на Кавказе, в Краснодарском крае и также поднимаются цены на все, в том числе и в Европе. Ну, а мы уже приехали в Арджоникидзе. Вроде в Арджоникидзе я была много раз. Вот интересно, подъехали тут место, лежит камень и написано ты сегодня прекрасно выглядишь. Ну, вот мелочь, а очень приятно. Так вот, в Арджоникидзе я была много раз, а вот сюда, где идет дорога к торпедному заводу, оказывается, я ни разу не подъезжала. А здесь очень большая стоянка, парковка, вот где стоит моя машина, там вообще все забетонировано, то есть там всегда чисто, нет грязи. Но еще и рядом тоже очень большая парковка, внизу большой пляж, то есть туда, куда можно подъехать в любое время года. Ну, июль-август для автодомов, я думаю, без проблем можно будет подъехать после 8 часов вечера или ночи. Ну, и это мы уже практически в центре Арджоникидзе. Это небольшой поселок возле Феодосии, там около чуть больше 15 километров. У меня есть в машине второй водитель. Как только я выхожу, мое место сразу занимает напарник. Итак, я в самом центре Арджоникидзе. Ну, и мы едем дальше из Арджоникидзе в сторону Коктебеля. И тут открывается изумительно красивый вид на Карадак. И мы въезжаем в страну Коктебель. Хорошая дорога, мало машин, очень красивый Крым. Дублер у меня за рулем, пока я снимаю. Тоже хочет порулить. Итак, мы едем в направлении Коктебеля. Ну, сначала заедем в завод, который называется завод Коктебель по производству коньяков еще советских времен. Это очень известный завод. Сейчас он действует. Но, к сожалению, во времена Горбачева было вырублено очень много виноградников. Заводы в Крыму пережили не самое лучшее время. Потом, к сожалению, развалился Советский Союз. И для, в том числе, и для заводов наступили очень тяжелые времена. Ну, сейчас вроде завод действует, продолжает выпускать коньяки. Мы туда заехали. Работает магазин. Там есть дегустационный зал. Есть парковка довольно большая. Вот мы сюда заезжаем. Территория так называется завод Коктебель. Можно в магазине купить. Там есть и коньяк и вина, различные вина. Ну, и тут же я уже подъехала к Коктебелю. В это время года, конечно, я без проблем подъехала прямо к морю. Тут, опять же, открывается пляж в Коктебеле. Очень большой, но галечный. Так что не очень удобно. Но это компенсируется очень красивым видом. И вот открывается вид на кородав. Красивое море, красивые виды. Мы подъехали к аквапарку. Здесь есть и аквапарк, и автокемпинг. Хотели туда, в сторону автокемпинга, съехать, но прямо перед нами закрылся шлагбаум. То есть, ну, по-видимому, въезд платный. Мы туда не планировали заезжать, поэтому развернулись и поехали дальше. При въезде в Коктебель есть таблички. Их даже несколько. Они дублируют друг друга. Поворот на аквапарк и автокемпинг. Выехали из Коктебеля и поехали дальше в сторону Щебетовки. От Коктебеля, в общем-то, начинаются Крымские горы. Здесь мы остановились. Погода была хорошая, тепло. Март месяц. Ну, правда, очень сильный был ветер. Вот, пуделеныш мой еле тут на ногах стоит. В машине у меня начинающий видеооператор. Первый раз в жизни держит человек видеокамеру, так что, ну, вот, съемки видео из машины, к сожалению, ну, вот, как бы, такого не очень хорошего качества. Это, во-первых, а во-вторых, тут я еще не вытерла стекло в машине, так что вот, ну, вот такие вот получились съемки. Мы подъезжаем к Щебетовке и я всегда знала, что в районе Щебетовки поворот налево к морю и там биостанции. Я туда приезжала неоднократно. Именно от биостанции, вот сейчас мы поворачиваем налево, начинается пешеходный путь по Карадагу, пешеходная экскурсия. Вот, но я никогда не знала, что, оказывается, населенный пункт называется Курортная. А биостанция, это именно название автобусной остановки, куда подъезжает автобус из Феодосии. И вот он открывается, Карадаг. Именно от биостанции начинается экскурсия по Карадагу. Вот стоит мой автодомик. Там довольно большая парковка, бесплатная, можно останавливаться. Экскурсии по Карадагу только с экскурсоводом. А это дельфинарий. Это в советские времена был первый и единственный дельфинарий в Крыму. Сейчас там ведутся реставрационные работы. Ну, по Крыму очень много дельфинариев, так что будет ли этот открыт, я не знаю. Но видела, что его реставрируют. Вот вид на Карадаг. Здесь есть обзорная площадка. Местечко называется Курортная. И вот на биостанции я была неоднократно. А вот здесь выход к морю. Вот этот поселок Курортная. Здесь я поставила свою машинку. Очень большая парковка. Вверху там несколько вилл. Вилла София. Такие очень большие, шикарные виллы. А здесь вот такой пляж большой. Ну, он такой песочно-галечный. Мелкая-мелкая галечка. Местами песочек. С одной стороны вот вид на Карадаг очень красивый. А с другой стороны Эллинги. Лодочная станция. Ну, и вот здесь я переночевала свою первую ночь. Таким образом, в первый день мы проехали от Феодосии до Щебетовки и свернули в поселок Курортную. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова